А что была за история, когда приехали просто бандиты? То ли Соликамск, то ли какой-то другой город. Да, правильно. Соликамск. И хотели, чтобы ты с ними поехала в баню. Да, это была Пермь, это Пермская область. Этот город там есть. Там зэков же много. По-моему, да. Но тогда я не знала этого, и мы приехали, был Валентин Григорьевич с нами. Был, значит, девчонки были, X9 у нас, перед нами работала. Тогда у меня мало еще было своего материала. И тогда было принято, как-то возили группу с собой. Разогрев. Ну, а мы дружили все равно. У нас разогрев непонятно было, как мы по очереди менялись. И в этом коллективе было четыре девчонки танцующих. И на бэк-вокале. Естественно, закончился концерт. Они немножко опоздали. Мы ушли уже в гримерку, концерт пошел очень хорошо. И вдруг я слышу грохот, начинается какое-то избиение чего-то. Но выйдя на сцену, а тогда еще было же модно возить с собой охрану. Для меня охрана никогда не вызывала положительных эмоций лишь только потому, что я понимала, в какой бы город ты ни приехал, только раздражение. Если охрана, то она нужна, может быть, от каких-то там... Ну, бывает, люди делают. От хулиганов. Выпил, да, и на сцену, когда тут там провода, там бывает всякое. Только от этого. Потому что я-то понимала в свою голову, что никакие охранники в любом городе... Их было неоднократно. Я, конечно, слава богу, меня миновало. Ну, не только раздражать. Я тут же, конечно, мы убрали охрану со сцены. И я вышла к ним разговаривать. Сначала Дубовицкий вышел, и я вышла. Значит, требуем ее, и была Верка Ковырялка, которая требовала от меня, чтобы я вышла разговаривать. Иначе, значит, будут проблемы у всех, никто никуда не уедет. Вот я вышла. Стоят парни с унчаками. Много? Человек шесть, наверное. Определенного вида? Да, конечно. Все изцарапанные какие-то. Полностью разбиты сидения зала. То есть, они там устроили бордель. Они разнесли это все в клочья. Зачем? Непонятно. Это надо было ломать. То есть, от злости, что они то ли опоздали, может, они хотели на концерте это делать. А не получилось. Получилось после уже. Все тихо было. Никого нет. Ну, и спустились разговаривать. Я в этот момент, девочка, уже была научена, что она-то лучше разговаривает спокойно, чем противиться, сказать нет-нет-нет. И, естественно, Вова начала спрашивать, кто старший, с кем можно вести нормальную речь. Объяснял, что завтра еще концерты. В баню она поехать не может. Никак это, значит, не получится. Он один из них... А, нет, старшего не было. Эти были беспредельщики. Так, оделась, поехала. Собралась, уехала. И чтобы мы этого их не трогали, там, девчонок. Так, оделась, поехала? Да. Быстро все, значит, с таким конкретным наездом. Понимаешь, да, что не русская речь там была, а сплошное. Все, что возможно было. И так он меня этими начаками, как-то так вниз за шею, так прижал. И типа, вот надо идти. Решили поговорить, что все-таки давайте старшего сюда, который там якобы ждет где-то за дверью. Мы попробуем поговорить. Как-то, ну, не знаю, как это сложилось у Вовы. И он пришел. Поговорили. Рассказали наши понятия к этой жизни. И как это все происходит у нас. И, наверное, у вас есть старшие, у нас есть старшие. Давайте мы сейчас попросим наших старших. Ну, там, как-то так. В общем, туды-сюды. И закончилось, они уходят. Они уходят. Мы быстренько в автобус. И тут водитель. Нет, подпишите мне накладную путевку. Я никуда не поеду. И, в общем, пока мы там усолились, ждали, пока водитель куда-то ушел. Они возвращаются. Возвращаются. И тут он пришел. Вот этот вот, который все у меня. Он человек, как-нибудь все. Сейчас вот эти цветов. Все. И я не уйду. И весь такой уже его. И избили его, по-моему. Он же так с кровью на лице. Пока она меня не поцелует, не уйдет. А я боюсь. Потому что у меня, ну, даже безгливость такая существовала. Ну, как. У меня, в общем, закончилось все, слава богу, тихо, спокойно. Потому что Дубовицкий сказал, давай лучше я тебя поцелую. Только ты запомнишь на лучше, на всю жизнь. Ну, конечно, никто ничего этого не сделал. Забрали его, этого парня. И они, конечно, слава богу, потухло. И они уехали.